Приветствую вас и прочитал я вас вопрос. Вы знаете, ну здесь, на мой взгляд, есть несколько важных аспектов, на которые в первую очередь следует обратить ваше внимание. Во-первых, ваше отношение с мужем, их природа, их развитие, их причины. Ваша позиция в этом вопросе. Позиция вашего мужа также в этом вопросе. Понимаете, в чем дело? Вы пишете о том, по сути дела, что у вас были отношения с удовольствием. Судя по тому, что я понял, вы описываете ситуацию, при которой вы страдали, у вас было много ужасных ситуаций, много ужасных моментов и так далее. И важно понять, почему вы этим моментом позволяли происходить. Вот вы говорите, смотрите, смотрите, что со мной творилось, я не представляю. Мы остались с ребенком одни, без поддержки близких. Иных уж нет, а те далеко, далеко. То есть получается, что, несмотря на то, что с мужем у вас явно были не идеальные отношения, вы все же как-то вот, ну, вероятнее всего, дорожили им, хотя бы по тому, что он давал вам то, что вы хотите. А давал он вам поддержку, давал он вам сильное плечо, как вы говорите, давал он вам всю самую обеспеченность, о которой вы пишете немножечко ниже. И вот, видите ли, так получается, что ради того, чтобы получить обеспеченность себе, вы, получается, терпели вот эти вот все негативные вещи от своего мужа. Те самые, о которых вы говорите, что настрадали. И теперь, если мы с вами говорим о том, что вам нужно выстраивать новые отношения, в которых вы бы получали для себя какие-то вещи, которые нужны вам, которые необходимы вам, да, так, что совершенно очевидно, что речь здесь идет о выстраивании в первую очередь вашей позиции и формирование у вас правильной, я бы сказал, независимой позиции по отношению к мужчине. Пусть даже, пусть даже, пусть даже, вы как называете себя потребительница, это ваша позиция, это ваш выбор, никто не вправе вас осуждать за этот выбор, если вы считаете, что так можно построить отношения, ваше право. Но, чтобы не попасть в ситуацию, о которой вы говорите, чтобы не быть зависимой от своего мужа, от своего будущего мужа, а вы, как я понял, были именно зависимой от него, чтобы вам не повторить, значит, свою ошибку, нужно, во-первых, четко понимать, что вы можете дать мужчине. И вот здесь самый, на мой взгляд, тонкий момент. Что вы можете дать мужчине взамен на его поддержку вас, взамен на его обеспечение вас и так далее. Что вы можете дать мужчине. И его желание, которое есть у него, у мужчины, его желание, вам и нужно учитывать. Понимаете, без учета желания мужчины, без понимания того, можете ли вы их удовлетворить, без вреда себе вам не построить нормальных отношений. Вам не построить адекватных отношений, не таких, чтобы они устраивали и вас, и мужчину, и вашего ребенка. Значит, вы, как и донесла вам моя коллега, Вы определяете критерии мужчины, который вам нужен, вы определяете эти критерии, и подбираете себе соответствующего спутника. А далее смотрите на его желания, на его потребности, на его требования, и решаете для себя самый главный, ну, основной, на мой взгляд, вопрос. Это вопрос о том, готовы ли вы дать мужчине то, что он хочет, не будет ли это вам вредить, и согласны ли вы на, собственно, вред, который вам может быть причинен в результате этого. То есть, вам нужно соответствовать желаниям мужчины, которого вы хотите выбросить. Нужно что-то общее между вами, нужно подумать, как лучше вам выстраивать взаимодействие с ним, на чем-то общем, я имею ввиду общие интересы, общие взгляды, может быть, может быть, что-то еще, такого типа. Тут уже нужно определить, возможно, имеет смысл вспомнить ваши интересы, ваши увлечения, ваши хобби и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы было, на чем устраивать отношения. И ни в коем случае нельзя мужчине показывать свою зависимость от него. Позиционировать себя нужно так, чтобы мужчина хотел вас завоевывать. И чтобы мужчина, боялся вас потерять, чтобы он дорожил вам, вами. А это значит, что нужно относиться к себе, ну, в первую очередь к себе, конечно, с любовью. Нужно любить себя, уважать себя, ценить себя и осознавать, что у вас есть достоинство. И это достоинство, не стесняться, демонстрировать мужчину, что вы осознаете свои достоинства, что вы осознаете то, что вы достойны, и вы горды этим. И вот, вы знаете, здесь, я боюсь, у вас могут быть проблемы. Потому что, и характер того, как вы потеряли своего мужа, да? И характер того, как вы, собственно, остались одна. И характер того, как вы, значит, позиционируете себя в отношениях, все вот это заставляет думать о том, что у вас не получится. Выстраивать отношения с мужчинами на равноправной основе до тех пор, пока вы сами для себя не проработаете данные аспекты. То есть, пока вы не будете четко отдавать себе отсчет в том, что вам ценно, что вам важно, не позволяет себе вредить и так далее. Ну, а у вашей независимости всегда нужно стараться, к вашей независимости, точнее, всегда нужно стараться. По возможности, конечно же, по возможности, подстроить обеспечение. Обеспечение, обеспечение вашей независимости. Пусть самое минимальное обеспечение, но чтобы оно у вас хотя бы было. Чтобы, в случае чего, вы бы могли, ничего не теряя для себя, отойти от мужчины и показать ему, что вы, в общем-то, можете, хотите, готовы. Вы, что очень важно в этом аспекте, готовы быть без него. Вот это все вам нужно сделать. И от того, насколько вы сейчас готовы выстраивать свою самостоятельную жизнь, от того, насколько вы имеете терпение для того, чтобы эти отношения, при которых вы будете получать то, что вы хотите создавать, зависит успешность вашего дела, вашей цели, вашей задачи. Я думаю, что для начала нужно в любом случае вам успокоиться. Для начала в любом случае вам нужно пережить это событие, которое даже при условии, что вы своего мужа, например, не очень, может быть, любили, раз вы, как говорите, вы с ним настрадались, как вы это объясняете, раз вы с ним настрадались, значит, все-таки что-то негативное было. Далее, значит, вам необходимо понять причины, почему это произошло. Если вы вините себя, перестать себя винить, ибо это ни к чему хорошему не приведет, а только очень оплошнит вашу жизнь, и не только вашу жизнь, но и жизнь вашего ребенка, и так далее, и тому подобное. И, вот, проработав все вот это, и начав, значит, жить, проявляя свою, как бы это правильно сказать, социальную активность, вы будете показывать мужчинам, а это очень важно, вы будете показывать мужчинам, что вы привлекательны, что вы интересны, и так далее. А вот чем вы можете быть интересны для мужчин, вот это уже решать нужно будет вам. Потому что только вы способны определить свои достоинства, только вы способны определить то чем вы можете привлечь человека, то чем вы можете очаровать человека, то чем вы можете стать, благодаря чему точнее вы можете стать для него единственной и неповторим. в вашем сообщении много неуверенности в себе, в вашем сообщении много принижений себя, в вашем сообщении есть как бы противоречия, вы чего-то хотите, и желая этого, желая этого, вы как бы не позволяете себе вместе с тем, вы не позволяете себе иметь на это право. Это очень плохо. Если вы выбрали позицию, если вы решили для себя как вы хотите, если вы решили для себя, что это единственный путь, который вам подходит, старайтесь ему исследовать тогда. Не сомневайтесь в том, что вы делаете. За вас найдутся те, кто это сделает. Вам сомневаться в себе и в том, что вы делаете нельзя. Иначе опять же произойдет что? Мужчина, с которым вы будете встречаться, почувствует это, почувствует, что вы с одной стороны в нем нуждаете, с другой стороны вы не уверены в том, что вы правильно поступаете. И он будет этим пользоваться. Может быть так же как это делал ваш муж. То есть сперва, прежде чем выстраивать отношения с новым мужчиной, вам нужно свое поведение скорректировать. Вот только тогда, когда вы скорректируете свое поведение, можно будет рассчитывать на то, что то, чего вы хотите, увенчается успехом. Если вы вот так, как сейчас настроены подойдете к ситуации, и вот так как вы настроены будете стараться именно в этом контексте, так как вы настроены двигаться, то, боюсь, у вас ничего не выйдет. На этом все. Надеюсь, что вы услышали меня. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. отлично. Спасибо. Спасибо. Спасибо.